Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Ниндзя Мутантные Безумии. И сегодня мы будем продолжать играть в составе подписчиков, прокачивать героев и конечно же пытаться открыть новых персонажей. Что ж, начнем. И первым написал и оставил в свой состав подписчик с ником Леон ТВ. Он попросил, чтобы я прокачал Сплинтера, Бакстера и Наполеона. Давайте-ка начнем, друзья, с прокачки. Итак, мне нужен Сплинтер. Вот он, сейчас он 60 уровня. Давайте-ка мы его докачаем до 65. Думаю, так будет здорово. Кроме того, и прокачаем Бакстера Муху. Вот он, тоже довольно-таки забавный персонаж. Попытаюсь его прокачать до 65 уровня. Но пока у меня все получилось. И еще у нас остался непрокачанным Наполеон. Вот сейчас я попробую усилить и этого персонажа. Вот он, тоже 60 уровень. Итак, прокачиваем его до 65 уровня. И пока на этом остановимся. Вот, и отправляемся сразу же в битву. Итак, подписчик попросил, чтобы я взял состав. Сейчас глянем, будет обычное я в сражении или с боссом. Да, друзья, у нас новый босс. У нас новый босс. Это какой-то панк. Стритпанк. Вот, ох, ничего себе. Смотрите, друзья, обратите внимание. Восемь тысяч шестьдесят две единицы. Сила вражеского отряда. У нас всего 7020. Ну и давайте-ка, друзья, посмотрим, сумеет ли справиться с этой командой. Вот наша команда от подписчика. Итак, подписчик Леон ТВ попросил команду Слэш Бибоп Рокстеди Наполеон Супер Ирма. Попробуем, попробуем. Итак, слэш, слэш, слэш. Рокстеди Бибоп Супер Ирма. И еще там был. Кто там еще был? Итак, слэш, Бибоп Рокстеди. Ага, Наполеон. 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 Вот это лягушка. Вот. Ну что ж. Итак, сила отряда в 8842 единицы. И у нас есть неплохой шанс победить и запинать врага. Итак, накапливаем энергию. Вот слэшу удалось превратиться вот в мельницу. Рокстеди бодает, уничтожая всех на своем пути. Супер Ирма поджаривает огненными сферами, фаерболами. Наполеон оглушает хлыстом. А что же Бибоп? Он использует какую-то взрывчатку, опять же оглушая врагов. Итак, еще одна вертушка слэша. Вот. Просто супер. Так что и Рокстеди. Рокстеди бодает босса. Да, нашим героям удалось уничтожить всех врагов, кроме босса. И общими усилиями мы его бьем, пинаем. Еще один удар слэша и это победа. Ну что ж. Просто замечательно. Итак, хороший бой, хорошая победа. Награда металлолом. Награда мутаген. И да, друзья, вот у нас какое-то достижение. Давайте-ка соберем. Итак, 200 зеленых кубов для покупки героев. Плюс еще у нас есть бонусный сундук. Ну, давайте-ка мы посмотрим, что же в этом бонусном сундуке. А здесь 100 кристаллов. 100 зеленых кристаллов для покупки героев. Конечно же, мы это сегодня будем делать. Ну, а пока, давайте-ка, друзья, я хотел бы еще взять новые достижения. Вот собрать награды. Вот еще 200 кубов. И еще какое-то достижение. За то, что мы достигли, скорее всего, 28 уровня. Ага, 25 монеток. Ну что ж, мелочи приятны. Давайте-ка соберем эту награду. И отправимся дальше. Вот я думаю, друзья, еще нужно было бы хорошо прокачать что-то из фабрик. Кто смотрел предыдущую серию, мы открыли здесь фабрику по производству синих кубов. И благодаря этим синих кубам мы сможем с вами покупать новых персонажей на 3 звездочки. Причем, друзья, давайте-ка я сразу же попробую еще усилить эту фабрику. Итак, смотрите, она достигла уже 19 уровня. Хотя по фабрику по производству мутагена тоже было бы здорово развивать. Да и фабрику по производству металлома, да и фабрику по производству зеленых кубов тоже было бы неплохо все улучшить. Тем не менее, я пока уже насобирал. Благодаря тому, что мы открыли эту фабрику, у нас уже накопилось 1378 синих кубов. То есть мы можем открыть нового персонажа на 3 звездочки. И я думаю, друзья, давайте-ка не будем тянуть. Сразу же рискнем и попробуем. Возможно, у нас появится новый персонаж. Нет, нам только удалось улучшить Лео и перевести на 3 звездочку. И он начал выдавать уже 1888 единиц урона. Ну, просто фантастика. Итак, первый из черепашек Лео у нас достиг 3 звездочки. Просто супер. Ну и раз такое дело, друзья, давайте-ка я еще попробую. Вот, ага, еще улучшение для Лео. Вот, попало. Вот, открыл сундук с синими кубами. Вот, улучшение для Рафа плюс 10. И еще давайте-ка попробуем взять какое-то улучшение. Итак, улучшение для Кейси Джонса плюс 9. Ну что ж, это, конечно же, все здорово. Но нам надо идти дальше в битву. Вот, больше прокачки героям нет смысла. Вот, у нас не осталось ингредиентов. А вот следующую команду я без проблем, конечно же, возьму. Итак, давайте-ка посмотрим, кто написал и ставил свой состав. Итак, Ласт Гун попросил состав Наполеон, Сплинтер, Монолиза, Тока, Супер, Ирма. Без проблем. Итак, итак, давайте-ка отправимся сразу же в битву. Мне нужен Наполеон. В принципе, он сейчас уже присутствует в этой команде. Вот, Тока, Ирма, Ирма, Ирму высаживаю. Итак, пересмотрю, что там запросил подписчик. Наполеон. А, Сплинтер, Монолиза, Тока и Супер, Ирма. Вот, итак, Монолиза, Супер, Ирма, Тока и еще Сплинтер. По-моему, как-то так. Вот, а ну-ка пересмотрю, друзья, чтобы не ошибиться. Итак, Наполеон, Сплинтер, Монолиза, Тока, Супер, Ирма. Да, все верно. Итак, сила нашего отряда 7562, у вражеского 7905. Вот, враг, конечно, немножко сильнее, но благодаря тому, что у нас есть суперудар, и я уверен, победа будет на нашей стороне. Итак, накапливаем силы. Сразу же Тока оглушает врагов. Монолиза забрасывает кислотой. Сплинтер подлечивает, усиливая наши герои. А Супер, Ирма, поджаривает врагов огненными шарами. Итак, еще оглушающий удар хлыста от Наполеона. Оглушает часть простинника. И, друзья, неожиданно мы потеряли Монолизу. Вот, то ли она слабо у нас прокачана, то ли что, то ли ее первые атаковали, но почему-то герой погибает. Вот, тем не менее, как видите, победа на нашей стороне. Удалось запинать, уничтожить всех врагов, и мы идем с вами дальше. Вот, просто великолепно. Итак, друзья, берем следующую команду от наших подписчиков. Хотя, возможно, там будет прокачка героев. Давайте-ка я ее посмотрю. Итак, Роман Фоменко, состав Майки, Мона, Тока, Лиза и Слэш, и прокачай Мона. Я так понимаю Монолизу. Ну, давайте-ка я посмотрю, что делается с Монолизой. Вот, что-то она у нас очень доклая. Как видите, она сразу же сложилась. Возможно, ее действительно надо прокачать. Хотя, смотрите, она очень круто прокачана. 65 уровень. Куда еще выше прокачивать? Ну, давайте-ка, друзья, подниму на один уровень. Пока, думаю, этого будет достаточно. Итак, вот, по сути, она сейчас у меня самый прокачанный герой. Хотя, вот, Слэш 65-го на один уровень ближе. Но, видите, из-за того, что он 3 звездочки, он выдает 1097 единиц урона. Кстати, кто сверху, тот самый сильный у нас. Тока, Наполеон, Лео. Вот сейчас самые сильные трое бойцов. Вот, Монолиза, несмотря на свой 66-й уровень, как видите, практически, вот, ближе к концу. Ну, как-то так. Вот, даже Супер Ирма в 53-м уровне выше Монолизы. Ну, как-то так. Что ж, друзья, что есть, то есть. Давайте-ка отправимся в следующую битву и посмотрим на вражескую команду. Вот, 8133 единицы. Я высаживаю наш отряд и беру команду от подписчика. Итак, кто здесь у нас? Вот, Роман Фоменко, Майки, Монолиза, Тока, Слэш и, друзья, как-то непонятно написано. Майки, Микеладжина, понятно. Монолиза, понятно. Тока, понятно. Три героя и Слэш. И прокачаем Монолиза. Я не понял, нету пятого героя, без пятого героя мы просто погибнем. Вот, поэтому, извини, дружище, я не могу взять. Вот, беру следующий состав от подписчика Дек, Плей, Айкью, ну, как-то так. Мой состав Раф, Лео, Шреддер. Шреддер, наверное, нету, поэтому тоже, друзья, извините, не могу взять состав Бибоб и Слэш. Шреддер пока недоступен, не успел купить. Что ж, следующий состав от Лины Потомской. Прокачай Ирму, Монолизу, Кейси, Кожеголова и Кренга. Вот, извини, Лена, опять же, потратил ингредиенты, но Ирму я смогу докачать. Вот, как раз на Ирму хватает ингредиентов. Осталось 10 тысяч мутагена. Вот, она слабо у нас прокачена. И я надеюсь, хотя бы сейчас мы ее докачаем до более-менее высокого уровня. Итак, друзья, я в следующем видео попробую подкупить мутагена, чтобы усилить наши герои. Да, наконец-то Ирму удалось прокачать до 55 уровня. И, друзья, есть нюанс. Возможно, стоит пойти в магазин и за монетки купить мутагена. Давайте-ка я посмотрю, удастся ли нам это сделать. Вот, не помню, где здесь мой магазин, но где-то магазин точно есть. Где-то магазин есть. А, вот. Я попробую нажать на монетку и просто купить ее за вот эти монеты. Удастся ли нам или только за реал. Итак, за 500 монет мы можем купить. 500 монет нету. Вот, я надеялся, друзья, что можно будет купить за 100 монет, либо за 50. Нет, к сожалению, сейчас мутаген недоступен. Что ж, извини, вот. Не могу прокачать состав, что мог, то сделать. Поэтому, Лина Потомская, просто беру твой состав. Ирма, Монализа, Кейси, Кожеголов и Крэнк. Вот, ну, давайте-ка попробуем этот состав. Итак, Ирма, Ирма и Монализа. Надеюсь, что состав получится классным. Итак, вот. Ирма и Монализа у нас есть. Отлично. Дальше Лина Потомская попросила Кейси, Кожеголов и Крейс. И Крэнк. Ну вот. Итак, ох, ничего себе. Всего 5954 тысяч силы отряда. И, друзья, 100% мы здесь проиграем. Но все-таки давайте-ка рискнем и посмотрим, что из этого получится. Итак, пошел грандиозный замес. Вот наш отряд очень дохлый. Но все же я надеюсь, что суперудары наши герои как-то вытянут отряд. Если даже один герой выживет, то есть очень неплохой шанс победить. Итак, удалось активировать суперудары. Вот никак Кожеголов не может... Да, вот удалось. Удалось сделать свой суперудар. Крэнк поджаривает врагу молниями из глаз. И сразу же мы теряем двоих героев. Кейси не успевает использовать суперудар. И, друзья, как я подозревал, вот эта битва оказалась не на нашей стороне. К сожалению. Враг оказался слишком крут. Мало у меня оказалось мутагена. Поэтому не удалось здорово прокачать героев. Что ж, обидно, досадно. Но ладно. И мы продолжаем битву. Мы продолжаем битву. Я беру следующую команду от подписчика. Возможно, она сработает как-то лучше. Итак, Муслим Калаев. Прокачай Кейси Джонса, Деметера, Чингиза. Но, опять же, друзья, не хватает. Не хватает. Катастрофически вот мутагена. Поэтому, наверное, все-таки мутагенную фабрику я буду бросать все ресурсы. Итак, друзья, смотрим дальше. Следующий из состав. Тока, Наполеон, Микки, Рокстеди, Бибоп. Прокачай Наполеона, Тока, Дементера. Не хватает ингредиентов. Ну, пока давайте-ка я возьму состав. Тока, Наполеон, Микки, Рокстеди, Бибоп. Попробуем, попробуем. Итак, высаживаем герою. Высаживаем герою. Вот так. Итак, Тока, Тока, Тока. Вот Тока, Наполеон, Рокстеди, Бибоп. И пятый герой там был. Только, а, Микеланджело. Микеланджело, Микеланджело. То у нас 8827 сил отряда. И это будет по-любому победа. Вот, отлично. Итак, пошел замес. Наши герои вот накапливают энергии. Бибоп и Микеланджело удалось использовать суперудары. Вот чудесно. Вот еще Наполеон, Рокстеди и Тока тоже используют свои особые фишки. Оглушает врагов. Понемножку их убивает. И вот Микеланджело и с Бибопом, я думаю, нанесут добивающие удары. Вот Микеланджело вращает нюнчаками. Бибоп подрывает бомбу. И Тока, сокрушая землю, оглушает врагов. Вот. И мы получаем идеальную победу. Что ж, это было круто. Это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда металлолом и мутаген. Просто супер. Вот, кстати, друзья, достаточно ингредиентов, чтобы можно было еще усилить. Хотя, друзья, нет. Я не смотрел рекламу, поэтому вот за победу нам ничего не дали. Но, по-моему, у меня осталась последняя команда. Да, вот Рокстеди, Бибоп и Раф Космос. Друзья, это состав из Чайфаришек Ниндзя Легенды. Что ж, друзья, все составы сегодня сыграли. Вот. И в следующем видео я попытаюсь накопить больше ингредиентов, чтобы по возможности прокачать героев. Ну, а вы, конечно же, пишите в отзывах, комментариях свои составы, вот, относительно которых вы хотели, чтобы я сражался в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.